Если ты здесь, значит ты лучший. Таков девиз форума. А лучший, значит образованный. Сотрудники Ростовской АЭС приехали к ребятам, чтобы развенчать мифы об опасности объектов атомной энергетики. Откуда вообще все страхи? Страхи от незнания. Вот мы сегодня дали какие-то первые понятия тем молодым людям, что же такое вообще атомная энергетика. Для того, чтобы в дальнейшем заинтересовался сегодня, услышал что-то, потом откроет какую-то специальную книгу, учебник. Может быть побывает у нас на экскурсии. Впрочем, заинтересованным школьникам и студентам в Волгодонск можно и не ехать, а скачать приложение АЭС на ладони. Наводите свой планшет или смартфон на картинку, и на экране появляется трехмерное изображение атомной электростанции с энергоблоками, с градирнями, с летающими птичками даже. В один клик можно узнать, разрушит ли электростанцию, например, смерч. Ответ очевиден. Страшный ураган АЭС ни по чем. Огромной популярностью у всех участников образовательного форума пользуется универсальный радиометр. С его помощью можно узнать свою радиоактивность. 3302 распада в одну секунду калия 40 происходит в вашем организме. Это ваш естественный радиационный фон. У мужчин радиационный фон немного выше, чем у женщин, потому что их мышечная масса больше. А девушкам укрепить свою физическую форму помогают призеры крупных чемпионатов. Спортивная смена самая многочисленная. Конкурс три человека на место. Хочу заниматься спортом. Здесь очень мотивируют заниматься спортом. Рассказывают про здоровый образ жизни, как правильно начинать и как не остановиться и не бросить спорт. Это очень важно. Я считаю, только за здоровой спортивной нацией есть хорошее будущее. Все желающие сдают здесь нормы ГТО. Кроме спортивной работает еще семь тематических смен. Работающая молодежь, патриоты России, молодые ученые, волонтеры Дона, медиа и журналистика, студенческие отряды и молодежное самоуправление. Молодежь – это партнеры. С ними нужно разговаривать на равном. И они тогда готовы не только предлагать идеи, но и своими руками их реализовать. Василий Голубев больше часа общался с активистами самого крупного образовательного форума Юга страны. Вопросы звучали самые разные. И о чистоте дворов, и о развитии высокотехнологичной медицины, о сохранении парамонов и брусчатки в Новочеркасске. Мария Индрикова, Станислав Поменко. На Дону.